Португальский флаг. Страна, скажем, самая крайняя точка нашего велопрагеда. В их рюкзаках сувениры. На велосипедах пыль европейских дорог. Эти украинцы последние три месяца прожили фактически в дороге. В день в среднем проезжали по 150 километров. Сегодня они близкие друзья, а в начале мая большинство из них даже не были знакомы. В социальных сетях попросту увидели объявление Константина. Он придумал поехать в благотворительный велотур по странам Европы. И как раз собирал команду единомышленников. Это мое. Я сам велопутешественник. И есть шанс посмотреть Европу. И плюс еще социально-политическая миссия. Тошел с двух работ и поехал на велопробег. Они детально продумали маршрут. Нашли велосипеды и автомобиль для сопровождения. Оформили визы. Благотворительный пробег украинцы начали в Киеве. Проехали через 16 стран Европы и финишировали в Одессе. По распорядку дня. Подъем в 4-4.30 утра. Выезд в 6.00. И крутим педали примерно до 3-4 часов. После чего встреча с украинцами, встреча с европейцами. Люди поменяли свое мнение об Украине. Поменяли свое мнение о войне. Принимали велосипедистов по-разному. Часто встречали с почестями, кормили и размещали на ночь. Иногда приходилось спать на пляже в палатках. По дороге их ждали и неприятные сюрпризы. В Испании у большинства участников пробега поднялась температура и начался кашель. В Каннах они попали в небольшое ДТП. В Голландии Александр сломал руку. Я словно рукой пролежал 5 дней. Через 5 дней мне сделали операцию и прикрутили там болтами уже надо. Управлять велосипедом Александр дальше не мог. Пересел на сопровождающий их автомобиль. Но, как и остальные с его велокомандой, продолжал собирать деньги для пострадавших от войны на востоке Украины. В общем, украинским велосипедистам-любителям удалось собрать пожертвований на 7 тысяч евро. Не густо, признаются, ожидали большего. Но и на этом говорят спасибо. У нас в активе есть автомобиль, наше сопровождение. После того, как сделаем все необходимые документы, чтобы транспортировать его в Украину, поедет в АТО. 7 тысяч евро мы поделим между семьями, которые находятся под нашей опекой. Благотворительный велопробег странами Европы, говорят украинцы, только начало. Они уже собираются в новое путешествие на велосипедах. На этот раз по дорогам Канады и Соединенных Штатов. Ульяна Кондрашова, Николай Квас. Настоящее время. Киев.